18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». Решение местных вопросов на высоком уровне. В Анапе совместный прием граждан провели спикер Кубанского парламента, депутат Госдумы и мэр города. Настольные игры, теннис, спортивные мероприятия. Клубный бум. Еще в одном сельском округе открылся культурно-досуговый центр для молодежи. Надеюсь, мы от этого отойдем. Врач будет больше заниматься больным, а не писанином. На больничный в пару кликов. О преимуществах электронного листа нетрудоспособности и о том, как его оформить. Все пойдем и будем поддерживать и болеть за наших спортсменов. Спорт вне политики. Анапа присоединилась к акции поддержки Олимпийской сборной России. Впервые в Краснодарском крае прошел совместный прием депутата Госдумы Ивана Демченко, председателя Краевого законодательного собрания Юрия Бурлачко и главы Анапы Юрия Полякова. Тандем исполнительной и законодательной властей такого уровня позволит решать вопросы анапчан быстро и эффективно. Для решения многих задач сегодня необходима слаженная работа всех уровней власти. 37 семей анапчан, бывших работников газовой отрасли, живут в ведомственном жилье, которое получили как нуждающиеся. По их словам, сначала газовики обещали не выселять. Однако сегодня крупные госкомпании распродают непрофильные активы, в том числе жилой фонд. Депутат Госдумы Иван Демченко намерен написать письмо московскому руководству компании. Есть решение суда о том, что в данном случае выселять можно лишь с предоставлением другого жилья, а значит, есть шанс прийти к разумному компромиссу. Граждане могут купить. Другой вопрос, что они вложили деньги в ремонт. Это через суд они заберут свои деньги. Там посчитают ремонт среди 300 тысяч квартир. И также точно эту квартиру можно купить. По большому счету, газпрод должен был им отдать по остаточной структуре. По остаточной структуре, сколько она замортизировала за 7 лет. Жители Гастагаевска просят оказать содействие в получении технических условий на подключение к газоснабжению. Но у существующей газораспределительной станции не хватает мощности. Реконструкцию ГРС «Газпром» не планирует. Объясняя, дефицит исчезнет после запуска газопровода «Южный поток». Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко намерен выяснить у газовиков возможность дать дополнительные мощности. Если вам пояснение дать, что это связано с «Южным потоком», то, что Юрий Федорович говорит, и заводить потом с другой стороны будет газпрод. То есть смысла никакого нет. Что-то прикладывать, когда будет хорошее, большое, но чуть-чуть позднее. И в планах это есть. Эти планы я попрошу поделиться. И если это в контексте, вот рассматриваем вопроса, не сегодня, завтра, но производительность будет увеличена. Я постараюсь каким-то образом дать информацию через администрацию муниципального образования. Вместе с тем жители уже организовали кооператив и собрали 2 миллиона рублей. Миллион уже вложили. В муниципалитете предложили не терять времени, чтобы уже собранные документы не потеряли актуальность. А так, может, через пару лет и газ будет. Так точно. Потому что параллельные процессы. Жительница станицы Анапская Лидии Гущиной пообещали помочь восстановить потерянный стаж, чтобы пересчитать пенсию. 10 лет она проработала в Крымске. Документы пропали во время наводнения. Подобное мероприятие впервые проходит не только в Анапе, но и в Краснодарском крае. Я хотел бы от всех жителей города Курорта поблагодарить Юрия Александровича Ивановича за то, что они свой первый опыт, тот, который они решили провести в муниципальном образовании город Курорт Анапа, это произошло у нас, и жители довольны, и мы все рады. Почему? Потому что есть такие вопросы, когда муниципальная власть не в состоянии разрулить те вопросы, которые необходимо вмешать в как законодательное собрание Краснодарского края, так и федеральной власти. Эти вопросы сегодня были рассмотрены, я думаю, с вашей помощью. Спасибо вам, будет оказана помощь нашим жителям города Курорта. Я вас очень благодарю. Не сомневаюсь. Анапская молодежь вручила Ивану Демченко благодарственное письмо и предложила отметить в День молодежи самых активных. Депутат попросил составить список для вручения благодарственных писем от себя лично, а лучшему из лучших пообещал грамоту от председателя Госдумы Вячеслава Володина. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Совет муниципального образования подвел итоги работы за 2017 год. С докладами выступили председатель Совета Леонид Кочетов и руководители комитетов. В мероприятии приняли участие глава города Юрий Поляков и депутат законодательного собрания края Ирина Конограева. За отчетный период парламентарии провели 21 сессию и 68 заседаний комитетов, в общей сложности рассмотрев 428 вопросов. Депутатами был принят ряд важных для города решений. Внесены изменения в устав, утвержден профицитный бюджет на 2018 год, а также нормативы градостроительного проектирования и правила благоустройства. По инициативе общественности Совета депутатов принято решение об увековечении памяти героя Советского Союза Сурена Аракеляна. Его именем назван парк Футори Курбасов. Организованы новые лесопарковые зоны, высыхленные деревья, созданы две особо охраняемые природные территории местного значения. Парк Ореховая роща и сквер имени Гудовича. По каждому направлению отчитались и руководители комитетов. Сессии, после рассмотрения на комитет, сессии Совета были утверждены правила благоустройства, нормативы градостроительного проектирования, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Унесены изменения правила зелепользования и застройки и схемы водоснабжения и удовлетворения муниципального образования города Курмак-Анапа в период до 2043 года. Кроме того, анапские депутаты ведут активную благотворительную деятельность, оказывая помощь школам, детским садам, храмам, спортивным секциям. Продуктивную работу местного парламента отметила депутат ЗСК Ирина Конограева. Действительно, очень много работаете. Вот здесь сейчас, в этом зале, власть, которая решает глобальный вопрос и вопросы, которые очень и очень волнуют людей. Глава Анапы Юрий Поляков поблагодарил краевой парламент за поддержку. Также он выразил слова признательности и депутатам совета, однако отметил, что есть и над чем поработать. Я хочу за 17-й год поблагодарить работу городского совета. Уважаемые депутаты, вам всем огромное спасибо, большая, огромная работа. Но я сегодня знаю, и Леонид Иванович знает, и мы это постоянно обсуждаем, кто из депутатов, как работает у себя на округах. Пожалуйста, на 18-й год планируйте максимально лучше и больше работать в своих округах и с людьми, потому что мы все вместе, и администрация, и горсовет с депутатами, работает только на благо населения Анапы и для людей Анапы. В Анапе началась выдача открепительных удостоверений. С помощью такого документа граждане, у которых не получится 18 марта проголосовать по месту прописки, смогут реализовать свое избирательное право там, где будут находиться. В Анапе открепительные можно получить в городской администрации на первом этаже или в многофункциональном центре. Вся процедура займет не более 2-3 минут. Заявитель предоставляет паспорт, оператор заполняет заявление, которому присваивается регистрационный номер и заносится в единую базу Центральной избирательной комиссии. Заявление о голосовании по месту нахождения – это индивидуальное заявление от каждого избирателя, которое, как правило, заполняется в специальном программном обеспечении продукте. Каждому такому заявлению присваивается QR-код. Затем избиратель получает талон для голосования. В МФЦ – это так называемый отрывной, отрезной, можно сказать, талон. И поэтому талон в день голосования по предъявлению паспорта идет голосовать на тот избирательный участок, который указан в заявлении. В МФЦ для приема заявлений выделено сразу 4 окна – 7, 8, 15 и 23. Со вчерашнего дня в ходе проведенной работы уже обратилось в Анапский МФЦ порядка 20 человек, которые получили открепительные удостоверения. Анапский МФЦ работает специально в разработанном программном комплексе АРМ-ППЗ. Продолжаться будет эта работа вплоть практически до 18 марта. Подать заявление на получение открепительного удостоверения можно и через портал госуслуг. Но сделать это можно только один раз. При наличии нескольких заявлений действительным считается поданное первым. Молодежный клуб по месту жительства открылся в селе Витязева. Это уже девятый культурно-досуговый центр в муниципалитете. Задача – создать все условия для сельской молодежи, чтобы свое свободное время они проводили с пользой. На открытии клуба побывали наши корреспонденты. Новый досуговый клуб с многообещающим названием «Перспектива» уже стал центром притяжения местной молодежи. Сюда уже записались более 60 человек. Просторное помещение предоставил местный дом культуры. Все организационные вопросы взяли на себя управление по делам молодежи и молодежный центр 21 век. Клуб молодежи – это такое объединение молодых людей, которые собираются во внеурочное свободное время провести его с удовольствием под чутким руководством руководителя клуба. Здесь ребята приходят по желанию, абсолютно бесплатно это. Для них, для их родителей занимаются интересными вещами. Настольные игры, теннис, спортивные мероприятия. Они принимают участие в городских мероприятиях, в различных конкурсах, вплоть до краевых и всероссийских. Клуб работает в удобное для школьников время. После уроков абсолютно каждый ребенок может раскрыть свои спортивные или творческие способности. Дарья Грайворонская пришла в клуб с младшей сестренкой и даже для нее здесь нашлось занятие по душе. Здесь можно играть и в настольные игры, в теннис, также можно танцевать, петь, также можно делать подарки родителям, выступать, еще что-либо. Лично я своих братьев и сестер сюда зову, в друзьях советую сюда ходить. Клуб по интересам. Что им интересно? Если девчонкам интересно танцевать, они приходят, репетируют, сами ставят танцы и выступают с этими танцами. Их уже две группы. И в основном среди мальчишек это спортивные направления, это настольный теннис, шахматы, очень интересуются ребята шахматами, шашками и моделирование. Им очень интересно программирование, но мы хотели бы найти специалиста, который бы нам помог это организовать. В клубе есть необходимая мебель и настольные игры. Регулярно здесь будут проводиться различные мастер-классы. Такие культурно-досуговые центры работают уже в девяти сельских округах. Сейчас городской администрации ищут возможность открыть подобный клуб-субцехи. Руслан Душевский, Анапа. Регион. 3 февраля по всей стране пройдут общественные акции в поддержку российских спортсменов, принимающих участие в зимних Олимпийских играх в Южной Корее. В Анапе в 9 утра на театральной площади состоится митинг-концерт «Россия в моем сердце», принять участие в котором приглашаются все желающие. Уже известно, что в мероприятии примут участие депутаты совета, спортсмены и ветераны физической культуры и спорта, представители ТОС, общественных движений, волонтеры, студенты. Анапские активисты считают, что спорт вне политики. И в это непростое для страны время важно объединиться и поддержать наших олимпийцев. 3 февраля на театральной площади состоится акция в поддержку олимпийцев и к ней будет приурочена также сдача ГТО и зимний фестиваль. ГТО и мы все пойдем и будем поддерживать и болеть за наших спортсменов. Присоединяйтесь все, мы вас ждем. Хочется пожелать спортсменам, несмотря на эту ситуацию мировую, как-то постараться на нее не обращать внимание во время игр и проявить максимальную жизнестойкость. И, конечно же, желаю больших побед, золотых медалей. Весь мир как будто ополчился против нас, но все равно команда едет. Я очень их поддерживаю и надеюсь, что они достойно выступят и покажут, что все были неправы. Мы должны выступать под нашим флагом России. Также на площади развернутся игровые интерактивные площадки. Выступят спортсмены и творческие коллективы города. Виртуальные больничные – реальное преимущество. Система оформления электронного листа нетрудоспособности доступна и в Анапе. Городская поликлиника уже обработала около десятка запросов на оформление такого больничного листа. Сами врачи считают, что электронный формат намного удобнее, бумажного и значительно экономит время. В Анапской поликлинике выписывается порядка 70 тысяч больничных в год. Все данные в бланке заполняются вручную. Небольшая помарка и документ приходится полностью переделывать. В электронном же варианте можно исправить любой недочет. Текст воспринимается легче. Плюс такой больничный невозможно потерять или подделать. Вся информация хранится в электронной базе данных. Вращается цепочка пациент, врач, работодатель, ФСС. Это сокращается как минимум на одно звено. Уменьшается количество ошибок при заполнении человеческий фактор. Я считаю, что это позитивно и современно за этим будущее. В дальнейшем, как мы ко всему привыкаем, учимся, это все будет более эффективно. На приеме пациенту выдается личный номер. С его помощью работодатель узнает о сроках больничного в режиме онлайн. Электронный формат сокращает документооборот. Экономит время как пациента, так и врача. А работодатели избавляют от хранения кип-бумаг в архивах. Однако пока можно оформить и бумажный лист нетрудоспособности. Пациент сам выбирает формат своего больничного. Стараемся переходить на цифру. Поэтому вот эта вот куча писанины, тогда, надеюсь, мы от этого отойдем. И врач будет больше заниматься больным, а не писаниной. Надеемся только на это. Но на сегодняшний день пока мы дублируем и то, и другое. Пока к новому формату документооборота врачи только привыкают. А пациенты еще неохотно пользуются услугой. Однако специалисты считают, что по мере практики с явными преимуществами электронный больничный совсем вытеснит свой бумажный аналог. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа.Регион. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер – компания «Рыбак Камчатки», продукцию которой можно будет приобрести на выставке «Анапа. Самое яркое солнце России», который пройдет в спортивном комплексе «Витязь» с 7 по 9 февраля. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа Регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. 7 февраля в Анапе высадится рыбный десант. Рыболовы с Камчатки представляют изысканные деликатесы. Десятки видов копченой, на натуральной ольхе рыбы стиховой северного ледовитого океанов. Полезная витамином до икра лосося, а также кальмары, осьминоги и высококачественные консервы. Специально для выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». С Камчатки доставят царицу лососевых, редкую деликатесную чавычу и знаменитую дальневосточную корюшку. Попробовать и приобрести все это можно будет в павильоне «Рыбак Камчатки» с 7 по 9 февраля в спортивном комплексе «Витязь». По адресу село Витязева, проспект Южный, 20. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.